Ясно и понятно. Ну тут возникает вопрос, ты это понял или уяснил? Если бы ты уяснил и у тебя было в голове ясно по этому поводу, ты бы такие вопросы не задавал. Разъяснить, один раз пояснить, чтобы стало ясно. Без тебя или без твоей персоны? Кто пришел? Ты или твоя персона? Ну что, допроверялся? Подпись, она потому и называется подпись, потому что она под. То есть она должна быть ниже всего, либо слева, либо выше. Не надо ничего копировать, делай лучше. Понимаю, это что такое? Что за поняток, которые ты маешь? Которые не мать надо. Так вот я тебя проясняю и разъясняю. А-а-а, понял. Теперь ясно. Ты меня напонял не бери, понял? С него уже спросят, как с понимающего. Вот второй раз с него будут спрашивать, как с понимающего. Почему так важно исключить из своего лексикона слово понимаю? Вам права, понятно? Если человек отвечает «да», то с него уже спрос, как с понимающего. Они же все оттуда вытащили, все из криминалитета идет. Там никаких документов, все на словах, полное доверие. Они поняли, что у меня иммунитет выработан к этому слову, понятно. Молчать нельзя, говорить всякую фигню нельзя. Все, ты уже ввязался в процесс, ты начал пояснять и объяснили. И ввязался вопрос. В крайнем случае я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не припоминаю. Я к тому, что надо осознанно говорить. Ты как раз работаешь над этим. Так в том-то и дело, что работаешь, а не трудишься. Лампочка загорается внутри? Загорается, да. Давить никого не надо. Надо свой свет внутри разжечь так, чтобы он светил во все стороны. Везде и всегда. Чтоб ты так сказал, чтобы всем сразу ясно стало, что ты имеешь в виду. Сам себя поправляешь, это уже хорошо. Это и есть принцип самоопределения. Когда ты сам определяешь, что и как происходит в твоей жизни. Рано или поздно эта игра закончится. И мы все обратно вернемся домой. Мы, оказывается, все братья и сестры. И в финале опять всем станет скучно. И опять все заново начнется. Алло. Алло, живой мужчина, хозяин имени Антон. Здравствуй. Привет. Мы лично не знакомы. Первый раз звоню, сразу даю добро на размещение записи, если будет что интересное. Есть две минуты, я постараюсь много времени не занимать, я только по делу. Давай, давай. В самом начале выписали мне штраф по 26.1. Значит, заявился я в начале, пошел, не знал, тему живых заявился, гражданином Российской Федерации написал. Пришел на суд уже с пониманием того, что я живой тоже. Меня на суд не пустили без маски в судебные приставы. Я тут же вызвал, значит, участкового составил на приставов опять заявление от имени гражданина. Значит, оно пошло по инстанциям. Короче, думал использовать это как основание в апелляции, если что. Сам факт. В итоге проверку не проводили, передали из полиции дело в судебным приставам. Судебные приставы ответили, никаких нарушений нет. Все, до свидания. Значит, я после этого написал волеизъявление. Вот, а, значит, получил решение суда, рассмотрели без меня, в мое отсутствие. Значит, в постановлении... Подожди, без тебя или без твоей персоны? Там, значит, в постановлении указано, что я пришел в здание суда, но на заседание не явился. Кто пришел, ты или твоя персона? Ну, про персону там. Вот сейчас у меня постановления нет у этого с собой, но там все про персону. Имеется в виду, что персона Федотов там пришел, значит, в здание суда. Но я-то там ничего не говорил, что я там гражданин, я наоборот говорил, я без паспорта, без маски хочу пройти. То есть они не удостоверились в том, кем вообще я, в каком статусе я нахожусь и кто к ним пришел. Ни приставы не проверяли, никто другой, ни секретарь не проверял. А, единственное, что было, косяк, наверное, мой, значит, как только они меня не пустили, я подготовил заранее ходатайство от персоны, от, значит, от имени персоны. И передал эти ходатайства секретарю, когда она вышла мимо, проходила просто, и вот видит эту всю ситуацию. Я говорю, а можете передать судье? Ну да, типа могу. И вот так вот это произошло. Но опять же, я же ей ничего не пояснял, за кого я там передаю. То есть никакого такого разговора не было. В итоге, значит, в 10-дневный срок обжалования на 10-й день я заказным письмом и через электронные, так, нет, не заказным письмом, курьером с описью передал волеизъявление о том, что, ну, я живой мужчина, там все, значит, бенефициар персоны, персоной не являюсь. Значит, прошу это, точнее, не прошу, я хочу, чтобы дело было отменено, такой-то номер, там, в связи с отсутствием состава административного правонарушения у персоны. Все, и все, и отправил. И написал второе, я хочу, чтобы ответ был мне через 3 дня. В итоге, день на 15-й в сумме с праздниками, ну, я так понимаю, что все равно это раньше, чем они обычно делают, а может, не знаю, по срокам выполнили они вторую мою, вторую волю, но ответ они прислали, и в этом ответе опять обращение к першоне, значит, и возвращают, написано, ваше ходатайство волеизъявление в скобках, о прекращении, значит, без рассмотрения, и все вернули мне. Но на почте, я когда это получал, на почте, я все индесаментной записью, все перепочеркнул, все везде без акцепта, без ущерб, не, без оборота на меня, там просто места не хватило, все написать. Вот, самое главное, я писал без акцепта, без оборота на меня. Вот, и сейчас думаю, что дальше делать. Апелляцию писать? Апелляцию писать это куда? В областной суд, потому что ответа никакого нет, по сути. Получается, смысл такой, они мне в постановлении написали, что обжаловать 10-дневный срок в областной суд, это у меня районный суд был, а надо в областной, значит, это персоне, они пишут. Значит, я, но через их, через районный суд. Соответственно, я свое волеизъявление подаю, потом, ну, якобы в этот 10-дневный срок как бы соблюдаю. Хотя понимаю, что правила-то никакие не действуют. То есть, если будешь по их правилам жить, значит, признаешь себя персоной сразу. Вот. Да, я так понимаю, я просто сейчас беру, пишу второе волеизъявление, да, опять в этот только суд, не пойму, какой писать, или в тот, или повторно мне надо написать то же самое, по сути. Еще раз убедиться, но только уже распишу сейчас поподробнее, скажу, ну, вы мне отказываете, там, типа, в правосудии или что. Потому что заседание, ничего не назначается. В общем, какая-то неразбериха с этим, с моим делом получилось. На заседании я ни разу не был. Чтобы вам в лицо просто это все сказать. Плохо, что не был. Так вот, первый раз они меня не пустили, второй раз не было, как бы, не назначено заседание. Я думаю, они на основании этого волеизъявления, они скажут, да, ну ладно, приходи, давай, пообщаемся. А они его просто вернули все. Как будто и не было этого ничего. Почему не удалось пройти на первое заседание? На первое заседание, значит, этот, пришла меня секретарь, приглашает при них. Я так захожу, а они мне не пускают. Ну, то есть, я говорю, подождите, а что вы не пускаете, если меня пригласили? Одевай маску. Я говорю, ну, я не буду надевывать маску. Ну, и, короче, я тогда не знал, как бы надо было сказать, просто, ну, принуждаете или это рекомендация. Вот, не знал, как спросить. Соответственно, этого разговора не произошло, они категорически этот, не пускали меня. То есть, такой конфликт какой-то был, и я еще тоже, может, немножко вспылил, как бы надо было это все спокойнее делать. Вот, но в итоге, этот, секретарь это все картину видит. Я говорю, подождите, ну, повлияйте как-то на них, вы меня приглашаете, чего они меня не пускают? Она, разбирайтесь сами. И все, и ушла на этом. Ну, и в итоге я вызвал полицию, пришел участковый, ну, там, где-то через... Получится, все, и опять я от имени персоны составлял. И, соответственно, никакого хода дела нет, я так понимаю, из-за этого. Вот, ничего, они, никакие меры не... Хотя я после этого поехал туда сам, вот, когда лично передавал заявление свое, приехал туда, и со всеми там стоял и общался, и рассказывал, что я больше не гражданин, ну, просто с ними вот общался, и хотел зайти в канцелярию и подать лично в канцелярию, получить отметку. Ну, подожди, подожди, ты что это, опять в монолог это ушел? Мы общаться будем, нет, или нет? Будем, 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 я просто пытаюсь кратко рассказать и суть. Ну, вот это свое пытаясь, уже вместо двух минут, пять минут меня рассказываешь. Все понял. Интересно у вас получается, все пытаются кратко рассказать, а при этом разговаривать длинно и монотонно. Да. В режиме монолога. Короче, я чуть не пойму, почему ты, что ты там составил-то участковому, что написал? Сообщение совершено преступление или о чем? Заявление написал, в форме заявления о том, что, да, нарушение, нарушенные правила не пустили без обоснования причин. Причем я на тот момент уже разобрался в процедуре самой, вот именно по законам Российской Федерации. Стой, куда ты поехал? Я тебе вопрос задал, ты мне начал это, разъяснение давать. А, нет, просто написал о том, что нарушены мои права. Ну, как считал это правильно, так и написал. Как документ называется? Заявление. На его бланке или от руки нарисовал? На его бланке. Фамилиями отчества там писал, да? Как-то статус? Да, да, да. Да, писал как в паспорте. А статус живой как-то обозначил, нет? Нет, не обозначал. Ну, а как ты, вот, ты параллельно еще сказал, что, типа, все, я не гражданин, я себя осознал живым. А почему тогда писать от имени физлиц? Нет, это было на следующий раз, когда я пришел в здание суда подавать волеизъявление. А это был первый раз, когда я шел проверять, действительно ли они меня не примут как гражданина. И вот это была, как бы, такая контрольная проверка. Ну, что, допроверялся? Да, все, я понял, как бы, не работает. Как гражданин, прав нету. Ну, а как у живого? Вот, а как у живого, теперь вот вопрос, как правильно по процедуре, и нужно ли вообще соблюдать эту процедуру. И вот я почему-то считаю, что не надо никакие вот эти мне процедуры соблюдать, и просто хотел рассказать вот свои, свое видение. Я думаю, сейчас написать еще одно волеизъявление, и не просто написать, а пойти туда лично, и там со всеми пообщаться еще с этим поводом. О том, что еще раз, я просто хочу продублировать то же самое. Ну, настоять, так сказать, на своей воле хочу повторно, и посмотреть, что из этого выйдет. А, честно, не знаю, правильно ли это будет, или неправильно, может, вот, подскажешь свое видение, как ты считаешь? Ну, не знаю, тебе решать. Ага, я понял. Ну, в принципе, этот, логика, это понятно. Единственное, вот, прикол был на почте, вот честно расскажу, значит, первый раз они мне дали при получении вот этого ответа с возвратом моих объявлений, а причем вернули оба, одно, которое я направлял через курьера, и второе, которое я там кинул в ящик, то есть все два одинаковых. Значит, оба вернули, вот, а на почте дали мне два извещения, одно почтовое, одно судебное. Ну, естественно, я у них сразу спросил, говорю, вы знаете, что такое индустаментная надпись? Они говорят, да, знаем. Я говорю, ну, все, тогда пояснять не буду. Сперва перечеркиваю, как только увидела эта работница почты, что я перечеркнул судебное, побежала сразу к начальнице, выскакивает оттуда, а я прямо на ее стоечке стою, пишу там, она как схватилась за него, чуть у меня из рук его не вырвало, короче, там такая потасовка была, но в итоге я, короче, у нее, я вырвал, там помяли его жестко это извещение, значит, но я все дописал, на видеокамеру снял, все отфотографировал, потом спокойно ей отдаю, говорю, на, зачем ты вырывала? Забирай, теперь они мне не нужны, эти бумаги, у меня теперь видеодоказательство есть. Все, она уже стоит спокойно, я говорю, вообще, позови начальницу, выходит начальница, тоже на видеозаписи, говорю, представьтесь, кто вы, не, я говорю, давайте познакомимся, значит, кто вы, она все назвала, я говорю, вы мне отдадите письмо, а они до этого сказали, что раз ты перечеркнул, мы тебе ничего не отдадим, я ей передаю эти все обе извещения, перечеркнуто, говорю, отдадите, она говорит, да, конечно, отдадим, смотрит на нее, говорит, вы только тут добавьте автограф от персоны. Я говорю, автограф, не вопрос, вот, говорю, как приятно с вами общаться, когда вы правильно называете ее своими именами. Расписался, прямо написал, подпись, естественно, зачеркнул, написал автограф и расписался. И отдал ее, я говорю, так отдадите, но да, без проблем, а я отдала мне это письмо. Потом я спрашиваю, зачем два, первый раз мне вижу, она говорит, их почтовое извещение хранится у них 30 дней, или 3 месяца, сейчас вот не помню, а, по-моему, 3 месяца. А судебная, они говорят, мы сегодня же отправляем в суд. Вот, вот и получается, что на их ответ, ну, я так понимаю, я не акцептировал его. Вот, и теперь вообще интересно, что из этого будет, как они отреагируют дальше. Потому что у меня такого не было еще в жизни. Еще раз поясни, на какой бумаге ты поставил роспись, автограф? А на обоих, и на их, и на судебном. И причем на судебном, я сейчас фотки пришлю, фотки пришлю в ВКонтакте. Я тебя просил фотки прислать? А, не надо, да? Ну, если интересно, могу прислать. Я тебе не про это говорю, я тебе задал вопрос, ты мне начинаешь про фотки что-то рассказывать. Я думаю, вдруг пригодится, как в качестве примера, там, для вставки там в видео. Ой, не получается диалог. Ты там, где автограф поставил, ты дописал без оборота на меня, без акцепта? Да, внизу, в самую нижнюю строчку у меня написано, без оборота на меня, без акцепта мужчина. Там просто живой, не хватило места написать. В правом нижнем углу. Какую ручку нарисовал? Обычную ручку написал, там, которая была синяя. Надо такие надписи ставить до автографа, а не после. Автограф выше стоит? Ну, вот зря. Я тебе говорю, надо, чтобы эти надписи, недосамитные, стояли выше росписи. А, выше? Конечно. Подпись, она потому и называется подпись, потому что она под. То есть она должна быть ниже всего. Ага. А прямо возле росписи ставить без оборота на меня? Возле автографа? Либо слева, либо выше. Ага. Ну, короче, надо этот, я помнил, прям копировать вот эту, твою печать эту. Других вариантов нет, я просто, ну, до этого я еще сомневался. А сейчас понимаю, что, наверное, варианты другие. Варианты. Не надо ничего копировать. Делай лучше. А, ну, лучше, конечно, будет. Стремлюсь. Делай. Я понял. Так, еще раз подытожим. Еще раз пишу, значит, волеизъявление. Теперь только непонятно, в какую инстанцию. Тот же самый районный суд или в областной. Ты хочешь апелляцию подать? Да. Пишешь туда, в тот суд, который рассматривал. Ага. Кто рассматривал, районный или областной? Районный. В областной суд такой-то, такой-то, через районный. А, понял. Направляешь в районный. Еще раз? Направляешь в районный. Понял. Все. Ясно. Услышал. Еще можно вопрос? Да. Ясно и понятно. Это же, понятно, это относится к неживым, а ясно это к живым. С чего? Значение слов. Значение слов. Я правильно понимаю значение слов или неправильно? Ну, тут возникает вопрос. Ты это понял или уяснил? Ну, вот уяснил, что не надо применять к себе слово «понял». Если бы ты уяснил и у тебя было в голове ясно по этому поводу, ты бы такие вопросы не задавал. А, нет, ну я выяснил, да. Я как бы, просто у меня бывает проскальзывает, понятно. Я думаю, это надо себя поправлять. Все равно еще проскальзывает. В чем просказываешь-то? Ты мне можешь разъяснить разницу между понятно и ясно? Ну, понятно, значит, это понял суть, а ясно это понял для чего. Вот я ничего не понял из того, что ты сказал. Понял. Значит, и я неправильно высказался. Не, если честно, не понимаю, наверное, сам еще пока. Взри в корень слова. Разъяснить. Один раз пояснить, чтобы стало ясно. Ага. Логично? Да. А понимаю, это что такое? Что за пони, которые ты маешь? То есть, получается, поясняешь-поясняешь, а понимания не возникает. Что такое понимание? Что за пони такая, которую не мать надо? Вопрос понимаю, а ответить не могу. Так потому что понимаешь, а потому что ясности нет. Да, нету ясности. Ну, так вот я тебе проясняю и разъясняю, что слово понимаю, но непонятно, что означает. А-а-а-а. Понял. Теперь ясно. Ты все равно понял. Не-не-не, ну, я говорю просто по привычке. Вообще, всю жизнь может сказать, все время говорил слово, понимаю, понятно. Ты помнишь? А тут как бы на автомате. Помнишь такая фраза, это была в 90-е, типа, ты меня напонял, не бери, понял? Ага, да, была такая фраза. Так вот, в криминальном мире, насколько мне известно, я, конечно, не спец, но со слухов, что когда кто-то что-то накостичнул, его призывают к ответу, то есть спрашивают с него. И это, ну, по справедливости его спрашивают, ты вообще осознавал, что ты творил? Ты понимал? Если он говорит, нет, я не понимал, я, как бы, это, по ошибке, если бы я знал, я бы так не сделал и все такое. Все, с него спроса нету, потому что он был непонимающий, не понимал. Ага. А вот если в следующий раз он то же самое сделает, с него уже спросят, как с понимающего статус, есть разница? То есть уже с ним никто говорить не будет, ему уже разъясняли это все. Один раз разъяснили, он как бы понял это все. А если он второй раз так сделает, умышленно, осознанно, потому что ему уже разъясняли, и он признал, что он все понял. Даже если не признал, ему разъяснили. Вот второй раз с него будут спрашивать, как с понимающего, и там разговаривать, пояснять ничего не будут, просто на это наказание сразу последует, все. Ага. Ну, то есть вот такого слова, ну, конкретно расшифровки слова понял нету, оно просто несет смысл определенный. Ну, как, это тоже их жаргон, что первый раз не канает, вот, то есть по незнанке. Так что, в принципе, я осознал, то есть мне уже второй раз не надо это пояснять. Я тебе хочу смысл донести, почему так важно исключить из своего лексикона слово «понимаю». Ага. Потому что когда тебе в суде, ты придешь в суд, и ты сконцентрирован на все, что там происходит, ты можешь упустить одну из самых главных ключевых фраз, когда тебе говорят, слушают. Слушай, вам права понятны? Да, или ясны. Я в видео это специально себе все записал, что живому мужчине она должна сказать, ну, судя, разъяснять должна, и права разъяснены должны быть. Ну, они вообще всегда в 99% спрашивают именно понятны. И надо им сразу же ловить их на этом слове, я понял. Ты дай мне договорить-то. Они именно используют слово «понимаю» это, вам права понятны, и если человек отвечает «да», то с него уже спрос, как с понимающего. Ясно? А вот если он говорит, что нет, ничего не понятно, ничего не ясного, им ничего не разъяснили, я вообще не понимаю, что тут происходит, и кто вы такая, и какие у вас полномочия, и остальное. То с него спроса-то никакого и нет. Ясно. Они же все оттуда вытащили, все из криминалитета идет. А я даже наоборот думаю, почему криминалитет взял это все, потому что они ближе всего к этой системе находятся, они готовятся же каждый раз к судебным заседаниям. Вот эту тему постоянно друг на друге используют, и в свою жизнь, естественно, привносят. Поэтому у них... Ну, возможно, не из криминалитета, а из таких понятий, как это, вольный, свободный человек, суверен, потому что до этого были казаки, там всякие пуштуны и т.д. и т.п. Вот они себя вольно ведут. И у них, скажем так, модель поведения и социального устройства, они очень похожи с криминалитетом. То есть там никаких документов, все на словах, полное доверие. Один раз нарушил, предупредили, второй раз все, уже никто и не разговаривать не будет. Ну, может, это и правильно. Как бы... А может, и нет. Смотря когда. Смотря в чем. Смотри, и вот эти черные мантии, я как бы уже это... Я им начал отвечать, что нет, непонятно. Они очень быстро сообразили, ну, видать ли у них там советы или что, я не знаю. Они начали, не знаю, как у других, а у меня они начали спрашивать именно слово «ясно использовать». То есть они переключились. Они пытались меня подловить, уже они поняли, что у меня иммунитет выработан к этому слову, понятно. Ага. И они пытались использовать слово «ясно». Вот король Елена Петровна меня спросила, она сначала спросила «понятно», а потом тут же исправилась и сказала «вам права ясны?» Да, 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 я помню. То есть она пыталась меня поймать именно вот на этом. Я ей тоже сам сказал «нет, не ясно». Ага. Потому что соображал, к чему он наклонится и что она пытается выяснить. А вот неподготовленный человек пришел, он бы сказал «нет, непонятно», ну, а права, в принципе, ясны. И все и подловили. Ага. Вот теперь ясно, что не надо вообще им ничего говорить и с ними взаимодействовать в этом плане. Бог его знает действительно, что они там имеют в виду. Нет, неправильный вывод. Молчать нельзя. Говорить всякую фигню нельзя. Да, да, я понял. В смысле, ясно понял, что нужно всегда отвечать на любое их слово «вам понятно или ясны», «мне непонятно и мне не ясно». Ну да, это вот конкретно данном примере. А если и тебе задают вопрос, на который ты абсолютно не знаешь, как ответить, или хотя бы даже догадываешься, но точно не знаешь, то на такой вопрос тоже надо отвечать. Но не утвердительно и не отрицательно, а так, чтобы не попасть ни в какой капкан. Ясно? Ага. Да, ясно. Вот допустим, она тебе задает вопрос «место жительства»? Говорю, ну, на планете Земля. Или просто на Земле. На какой Земле? Что за планета Земля? А где конкретно? На каком континенте? Хорошо, в России. Или Россия – это будет юрисдикция Российской Федерации. Все, ты уже ввязался в процесс, ты начал пояснять это объяснение. Ты ввязался в вопрос. Да, я понял, понял. Вот это ясно. Ну, пересмотри видео, как я отвечаю. Ага. Еще раз под видео и аудиопротокол. А, это… Я сказал, то, что посчитал нужным, ни больше, ни меньше. Да. Крайне… Пояснять ничего не собираюсь. В крайнем случае, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ага. А если там касается, типа, даты или времени, или еще чего-то, не припоминаю. Ага. Ага. Вот сейчас действительно все ясно. Благодарю, Антон. Нет, я вижу, что не ясно тебе. Ну, где это, прояснение наступает. Ну, прояснение, да, наступает реально. Лампочка загорается внутри? Загорается, да. В общем, теперь буду этот… Подаю, значит, еще одно волеизъявление. Сейчас еще раз напишу все, все, что считаю нужным. Буду их давить своей волей. Давить никого не надо. Ну, в смысле, этот… Так это, проявлять свою волю буду. Бороться, давить, ни с кем не надо. Да, 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 да. Я понимаю, в борьбе есть проигравшие. Я это тоже осознал. Надо свой свет внутри разжечь так, чтобы он светил во все стороны. Везде и всегда. Чтобы твоя ясность была во всем и всегда. В каждом поступке, в каждом слове. Чтоб ты так сказал, чтобы всем сразу ясно стало, что ты имеешь в виду. И мог пояснить, если не ясно. Себя на что надо трудиться? Себя на место поставить. Работаю над этим. Тружусь. Ну, вот. Вот, вот. Учусь. Сам себя поправляешь, это уже хорошо. Да. Вот это и есть принцип. Это и есть принцип самоопределения. Когда ты сам определяешь, что и как происходит в твоей жизни. Благодарю, Антон. Ну, тогда больше не буду отвлекать. Хорошего дня. Благодарю еще раз. Благодарствую. Счастливо. Давай. А еще раз уже этот возможность у меня теперь есть. Значит, все-таки я пишу апелляцию. Надо как-то указывать, что это именно апелляция или апелляционная жалоба какая-то. Ну, чтобы они поняли. Или, в принципе, не привязываться, а просто написать, ну, свое волеизъявление. Опять я, ну, составил. Так уже все написал. Все, что хотел написать. Я сейчас знаешь, как написал? Волеизъявление с апелляционной жалобой. А, ага, ага. Все, я тогда тоже так сделаю. Этот. И сейчас у меня тоже еще вот по ЖКХ как раз этот. Ну, когда результат будет уже. То же самое у меня ситуация. Один-два-дин. Это у меня? Да, да, да. Ага. Так что, это тоже сам пробую. Но я сейчас пока информацию собираю, ответы официальные позиции гражданина, что они напишут, чтобы потом понимать вообще, как у них это работает. А потом сразу, как бы, ну, у меня же это, у меня семья, у меня не все еще, как бы, горят желанием отказаться от пасторта. Вот. Поэтому мы, как бы, в таком, в реальном, в таком варианте это все испытываем. Ну, реально, просто опыт нарабатываем, что называется. Вот. Ну, и, как бы, благодаря твоим видео все это, как бы, раздается. Ну, хотя оно изначально, желание было, как бы, надоело. Это несправедливость какая-то, непонимание, что происходит, зачем. А я вот пришел к выводу, что не будет существовать. Если взять, по большому счету, вот зачем они это давление делают на людей? Ну, получается, с целью разбудить людей, ну, если уж по большому счету взять. Да. Ну, марионетки на местах, которые не понимают замысла этого процесса, они, как бы, отрабатывают свое. Им, как бы, в удовольствие там, поизмываться над людьми. Но над ними же тоже кто-то стоит. И вот те, кто стоят над этими, вот этими марионетками, у них задача таким образом разбудить их. Так как это все административные штрафы, посредствий сильно больших нету, ни для того. И это, видимо, такой вот, ну, маневр, как бы, подтолкнуть людей к этому, к выходу, так скажем. Не будет существовать. Я уже, вот сейчас я вообще убежден, я смотрю на вот эту всю комитет, что в политической жизни творится. Ты не читал эти материалы «Ра»? Сейчас не понял, о каких материалах речь. Материалы «Ра»? То ли книга, то ли что, короче, рукопись так называется. А, нет, даже первый раз слышу. Пока не знаком, не попадалось. А, это, откровение инсайдера? Слышал. Они у меня, этот, все видео эти, там, трехчасовые, по-моему, они, они у меня, я их посмотрел года три назад еще. Так вот, мой тебе совет, не смотреть, а перечитать, чтобы ты каждую строчку осмыслил. Да? А есть ли где-нибудь, как их найти? Ну, я видео-то найду, а бумажные, что, тоже в интернете в свободном доступе? Конечно. А, ну, все, найду, обязательно перечитаю. Я его пересмотрел раза три, ну, мне удобнее было смотреть и слушать, я вас принимаю. Когда ты смотришь, ты не можешь постоянно на паузу нажимать и осмыслять то, что он сказал. Ага, я понял. Все, я обязательно, у меня была мысль недавно такая, как раз, переслушать еще раз, но теперь перечитаю. Я тебе говорю о том, что ты слушал и не слышал, потому что о материалах как раз-таки и говорится в откровениях инсайдеров. Да. Все, я обязательно перечитаю прям теперь первым делом. Так вот, там главный смысл, о чем говорит инсайдер, если ты не услышал, то он говорит о том, что все это создано для того, чтобы это, скажем так, собрались души на том свете, им стало отлично. И они решили обратно вернуться на землю, причем разделиться на две стороны. Одни плохие, якобы, а другие хорошие, якобы. и вот плохие должны научить хороших. Быть хорошими. А, ну, так по логике и получается. Вот, а смысл в чем? Говорят, рано или поздно эта игра закончится, и мы все обратно вернемся домой и увидим, что мы, оказывается, все братья и сестры и просто будем смеяться над тем, где какие ситуации происходили? Ну, даже этот, сейчас я недавно мультик такой вышел, там, как анимация такая, она, оказывается, года три или четыре назад снятая специально, ну, видимо, специально тоже, как подсказка, там, где душа, тоже этот вот такой аттракцион, там, попадает на землю в разных вариантах, какие сама тебя выбирает, кем будет в мире, вот, ну, и добивается разных результатов, вот, и в итоге последняя фраза, там, такая, при перерождении последняя, но он говорит, за по итогу предыдущих жизней вы набрали минус, там, столько-то тысяч очков, и поэтому рождаетесь с понижением, свиньей, а не с человеком. Так и есть. Да, вот, а что это, подсказки везде, просто не каждое, как говорится, развлечение получается увидеть, вот, ну, я тоже все, не все явно получаю. Это еще повезет, если свинью. Ну, может быть, да, ну, хотя, с другой стороны, что, куда это, проще, какая там участь-то у свиньи, или, не знаю, задача, там, все это как-то примитивно, мне кажется. Хотя, если случилось, там, того, что время бесконечно, и задача просто наработать опыт, наверное, каждого по сцене, интересно, конечно, это все дело. Интересно, что, что, в финале будет пост, вот, реально. В финале, в конце концов, опять всем станет скучно, и опять все заново начнется. Получается, так, не должно все стоять, все должно развиваться. Просто вопрос, в чем тогда замысел вообще всего этого? Ну, достигнут люди какого-то другого уровня развития понимания, а дальше что? Дальше будет следующий уровень. Смысл игры? Смысл игры, скорее всего, в игре самой. Ну, вот тебе ответ. Я понял. Так что, хочешь, это все-таки наш разговор выложить, да, интересен показался? Да, конечно. Вот, слово понятно, ты его до сих пор, кстати, используешь. Да, да. Не, ну, а почему? Если мне действительно понятно, я за эту вещь отвечаю. Ну, в следующий раз, как бы, так сказать, готов нести ответственность. Поэтому говорю, понятно. Так я... Вот, а теперь просто буду, этот, не буду говорить, понятно, если реально непонятно. А у меня на автомате бывает, нихрена не понимаешь, а все равно скажешь, понятно. Ну, чтобы не показаться глупым. Ты, ты из прошлого разговора не уяснил для себя одну главную вещь. Какую? Я тебе рассказывал, почему надо... Почему это... Как можно реже надо использовать слово понятно. Чтобы, чтобы тебя в суде не поймали. А, в смысле, просто для того, чтобы выработать привычку у себя. Да? Ага. Я понял. в общем, мне надо меньше использовать слово понял. Ну, это тебе решать. Я тебе сказал, как я... Да, не, не, я согласен. Согласен. Просто, еще раз, у них в суде почему-то к слову понял и к слову ясно разное отношение или все-таки одинаковое? Они же тоже учатся. Они тоже учатся. Я же тебе рассказывал. Она сначала понятного спросила, а потом тут же добавила ясно. Она хотела меня поймать вот на этом слове ясно, что я всегда говорю. Я к тому, что надо осознанно говорить. Никаких лишних слов не произносить. Как инсайдер сказал, говорит, вы постоянно берите. Конечно. Чего не нужно и за каждое слово будете наказывать. Да. А это так и я побольше и больше в этом убеждаюсь. Работаю над собой тогда получается. Ты же сам себя поправлял. Да, поправляю, да. Ну так поправь себя. Поправляю. Как раз работаю над этим. Так в том то и дело, что работаешь а не трудишься. Не, так да, согласен еще раз с этим. Тружусь, вот. Но получается я сейчас на данный момент задумываюсь, а надо, чтобы оно у меня до автоматизма просто дошло. Я начинаю задумываться, так использую вот постоянно не те слова. Работаю, понятно. А вот так-то А вот ты попроси тех, кто рядом с тобой, вина, дети, чтобы они поправлялись постоянно. Ага, хорошо. Попрошу. Ну все, давай. А, все, благодарю еще раз за советы, успехов во всех начинаниях желаю. Ага, благодарство. Давай. Ага, все сверки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!